Здравствуйте, меня зовут Евгения Кузнецова и давайте поговорим о проблемах колена с точки зрения движения через призму уроков движения по методу Фильденкрайза. Самостоятельные проблемы в колене встречаются редко, но как таковых болей в колене, ограничений подвижности достаточно много. Почему? Потому что эти суставы очень ограничены в движении, связанном со скручиванием. И часто при игре в футбол, когда одна нога опирается на землю, а вторая делает резкое движение, в коленном суставе происходит скручивание. И оно в колено не приспособлено к такому движению, и происходит травматизация связок, менисков. То же самое часто встречается при катании на коньках, горных лыжах и так далее. Но не только травматические случаи вина на проблем в колене. Если есть какой-то элемент избыточной сутулости, то вес тела перемещается вперед, и колени начинают заваливаться вовнутрь. И в статике, в положении 100, идет перегрузка со стороны внутреннего мениска колена. И с годами, с приобретенным лишним весом, эта нагрузка все увеличивается и увеличивается, и в конечном итоге появляется боли и ограничения движения. Если же со стороны осанки есть асимметрия, и вес тела неравномерно распределяется на ноги, та нога, которая берет на себя больше веса тела и является опорной, она заворачивается вовнутрь, маршевые ножки разворачиваются наружу, и в итоге в коленях возникает то же самое неравномерное скручивание. Одно колено заваливается вовнутрь, страдает внутренний мениск, другое колено разворачивается наружу, идет избыточная нагрузка на наружу, неравномерный мениск. Поэтому причин повседневных, связанных с нарушением осанки, которые приводят к проблемам в коленах, достаточно много. Но существуют простые и очень легкие выполнения уроки по методу Фиденкрайза, которые хорошо уравновешивают осанку и ноги, суставы ног, для того, чтобы снять с них избыточную нагрузку. Давайте сделаем элемент такого урока. Лягте, пожалуйста, на бок и расположитесь комфортно. Согните ноги в тазобедренных и коленных суставах под углом в 90 градусов. И в этом положении, не отрывая колено от колена, приподнимите стопу мягко, плавно, опустите ее обратно. Делайте движение с небольшой амплитудой. Великолепно. Колени прижаты друг к другу, поднимается только стопа. Почувствуйте, как в этот момент скручивается таз. Почувствуйте, как в этот момент верхняя ножка слегка скользит. Вперед относительно нижней. Великолепно. Теперь давайте приподнимем только пятку. Верхние ноги к потолку. Носочки ног остаются в соединенном месте. Мягко, плавно вернитесь обратно. Опять приподнимите пяточку. Носки остаются соединенными. Колени соединенными. Мягко, плавно вернитесь обратно. В тот момент, когда вы поднимаете колено вперед, ощутите, как скручиваются боли. И скручивающие движения передается в колено. Почувствуйте, как вслед за предподниманием пятки вперед наклоняется таз. Мягко, плавно вернитесь обратно. Угу. Великолепно. Теперь давайте поднимем к потолку кончики пальцев верхней стопы. Мягко, плавно вернемся обратно. Опять поднимем вверх только пальчики. Верхние ножки. Пяточки остаются соединенными. Коленочки остаются соединенными. Мягко, плавно вернитесь обратно. Еще разочек. Поднимите только пальчики, стопка, спятки соединены, колени соединены. Почувствуйте, как вслед за поднятием пальчиков скручивается голень, меняется напряжение в колене, как изменяется положение таза на полу. И еще раз. Угу. Великолепно. Теперь, пожалуйста, давайте сделаем это движение попеременно. Приподнимите, пожалуйста, пяточку. Носочки соединены. Мягко, плавно опустите ножку. Приподнимите носочки верхней стопы. Опустите вниз. Мы поднимаем попеременно пятку. Носочки соединены. Поднимаем вверх кончики пальцев. Пальчики, пяточки соединены. И в тот момент, когда вы совершаете движение стопой, почувствуйте, как меняется напряжение в колене, как перекатывается вперед-назад на полу таз. Угу. Великолепно. Все упражнения по методу Фильденкрайза желательно выполнять симметрично. Поэтому вы можете лечь на другой рукбок и повторить эти нехитрые движения. Крутящие движения стопой уравновешивают колено, меняют скрученность таза и, в общем, уравновешивают осанку. Поэтому, как упражнение на осанку выпрямляет и разгружает ножки, так и упражнение для ног улучшает осанку. И все эти уроки движения есть на сайте фильденкрайз.свб.ру. Присоединяйтесь.